Ребятки, хочу записать видео по горячим следам. Вчера, наверное, первый раз в своей жизни я делал мувинг, переезжал из одних апартментов в другие, и первый раз я осознал, насколько бережно и заботливо я относился к каждой вещи, насколько бережно и заботливо я ее запаковывал. То есть, по сути, это можно назвать, что я трудился. Трудился, на мой взгляд, это когда я вкладывал душу, частичку души, заботу в дело, которым я занимался. Почему? Потому что мне было важно, чтобы это дело было качественно, надолго сделано, без поломок, без всяких казусов. Соответственно, до этого, когда я только приехал в Америку, где-то три с половиной года назад, я работал на мувинге первые месяцы, и я раб-отал от слова рабство, от слова раб, потому что ни о какой душе, ни о каком наслаждении и качественном выполнении труда не было речи, потому что я был в состоянии рабства, работал на кого-то, и важно было убить время и получить, обменять деньги за убитое время, а не результат моего труда. Соответственно, слово трудиться, труженик, это означает совершенно другое состояние выполнения работы, когда ты делаешь надолго, качественно, и тебя заботит, какую ты энергию, какую ты информацию вкладываешь в действие и в результат своего труда. Соответственно, нужно быть очень аккуратным в осознании, что я именно делаю, и даже в словах, я иду на работу, я иду работать, работаю ли я, в каком это состоянии, индикатор в каждом человеке определяет, радуюсь ли я, наслаждаюсь ли я. То есть, по сути, банальное действие переезда из одного апартмент-комплекса в другой натолкнуло меня на мысль то, что мне важно и нужно, чтобы этот процесс, который я до этого, до вчерашнего момента, ну, у меня вызывал ужас, я его просто очень сильно боялся, потому что это для меня ассоциация, как тяжело, как бессмысленно передвигать вещи из одного пространства в другое, особенно чужие вещи, вещи чужих людей. Я не видел в этом ни смысла, ни желания вообще заниматься этим, кроме как получать награду в денежном эквиваленте за время, которое я поставил себя в выполнении данного задания. Соответственно, очень круто понимать, что трудится труженик. Я становлюсь тружеником и тружусь на благо на долгий срок только в том случае, если я свободен в своем пространстве времени, свободен в своем пространстве выбора. Я осознаю, что я закладываю намерение, чтобы то, что я сделал, результат моего труда, был качественен, надолго служил мне и приносил удовольствие, наслаждение. Я радовался за то, что произвел. Такая очень, может быть, банальная мысль, но на личном примере она вызвала у меня желание поделиться.